Сделаем Наринмар чище. Городу требуется еще 25 мусорных бункеров. Об этом и других проблемах обращения с твердыми коммунальными отходами говорили на совещании с главой Наринмара. Речь шла о качестве работ всех звеньев системы. Контейнерные площадки, вывоз, складирование и переработка на полигоне ТБО. Ольга Русул продолжит. Рабочий день уборочной бригады автотранспортного предприятия начинается в 8 утра. Надо успеть объехать все вверенные территории, чтобы вычистить мусорные контейнеры. Их не меньше 16. На каждой из них в зависимости от сложности уходит от 5 до 15 минут. И так каждый день. Все обрабатываем. За день. Получается, по 2 минуты на контейнер. Ну вот если не такие сложности, как сейчас. А что сейчас за сложности? Там сугроб. И ровно машина стоит. Это 8-кубовый, есть 4-кубовый. А какие проще обрабатывать? Разницы никакой. А чище стало с использованием этих контейнеров? Ну, само собой, видите, нет ничего. Сюда хоть народ кидает. Ну, в контейнер. А больше же. С этого нет. Уборка каждой площадки ежедневно фиксируется на фото. Всего таких площадок 300. Создана единая электронная база, куда водители мусоровозов скидывают фотографии до и после уборки. Благодаря такой системе контроля удалось выстроить максимально эффективный график вывоза мусора. У нас есть контейнерные площадки, которые проектировались с учетом одного дома. Вокруг выросло там два дома, а контейнерная площадка осталась одна. Самые удобные – заглобленные контейнеры, вместительные с крышками, которые не дают мусору разлетаться по всей территории. Первоочередная потребность города – 25 мусорных бункеров. Один заглобленный контейнер по факту заменяет за 3,4 0,75 контейнера. Соответственно, если взять такие большие дома, районы, как, к примеру, Оленная 8-10, там большой ряд контейнеров по 0,75. Если их количество просто заменить на количество заглобленных, будет очень аккуратная, красивая контейнерная площадка. Таким образом, предприятие подготовило ряд предложений по модернизации системы сбора мусора. Одно из важных решений – продумать пути подъезда к контейнерным площадкам, так как дворы плотно заставлены легковыми автомобилями, и к контейнерной площадке подъезжать очень сложно. В частности, по увеличению, именно с учетом положительного опыта, по увеличению количества заглобленных контейнеров, то есть для того, чтобы убрать по максимуму 0,75, а на критичных точках, где наибольшее накопление производится, где мы вынуждены дважды в день зачастую заезжать, к примеру, вот уже Черного 7, то есть мусоровод туда заезжает в первое половине дня, и в конце смены, то есть вечером он заезжает во второе половине дня, потому что она уже точка опять полная, соответственно. Количество увеличения непосредственно заглобленных контейнеров и количество увеличения 4-8 кубовых контейнеров. Региональным оператором по сбору и утилизации мусора в Нарьинмаре поселки Искатели и двух муниципалитетах стал комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию. Предприятие заключило контракт на 10 лет. Конечно, у нас необходимо будет обновлять контейнерные площадки, контейнеры, что в программе на 2021 год совместно с администрацией у нас включено. Конечно, мы попытались включить, так как рекоператор имеет право в тариф включать и закупку контейнеров в пределах 1% от необходимой валовой выручки. Постараемся в 2021 году и в дальнейшем 2022 году закупить. Региональный оператор отработал в городе год. За это время удалось выявить, если не все проблемы, то увидеть мусорную картину Нарьинмара в целом. Региональный оператор объединил сразу несколько муниципальных предприятий на работе по сбору и утилизации мусора. Сюда вошли автотранспортные предприятия и чистый город. Это действительно удобно и позволяет решить вопросы сообща. Благодаря достаточно разумной, консервативной, сдержанной политике окружного регулятора в виде управления по тарифам и ценам, департамента по строительству, в целом реформа на территории округа прошла достаточно спокойно. Есть вопросы, возникают, но в целом мы к этому, можно сказать, и готовились. Кроме того, глава города поручил управлению ЖКХ совместно с региональным оператором объехать все проблемные территории и подготовить предложение о переносе площадок. Мы собираемся создавать новые площадки, чтобы они были удобны и для гаража, и для обслуживания. И в целом, чтобы разрозненность и переполненность, это уже уходило, скажем так, в некое далекое небытие. В ближайшей перспективе повышать качество обращения с твердыми коммунальными отходами. И в первую очередь, организовать и наладить раздельные сборы и сортировку мусора, чтобы это было удобно и экологично. Ольга Русул, Вадим Ностин, Телеканал Север.